В офисе регионального оператора по обращению с мусором наплыв посетителей. Перерасчет за услуги хотят сделать те, кто летом и в начале осени жил на даче. Куда обращаться и какие документы нужны, выяснила Вероника Иванова. Александра Ивановна с мужем лето провели на даче. Услугами по вывозу мусора в городе не пользовались. Платили за это в садовом обществе. Решили сделать перерасчет. Для этого взяли у председателя товарищества, подтверждающую справку. Позвонила в экологию Новосибирск. Кое-как с 25-го раза мне ответили и сказали, что принести нужно справку с дачного общества. Больше ничего? Ничего. Приходит муж с паспортом со своим, со справочкой, с заявлением, где я четко указала адрес прописки, лицевой счет, все. Ему объявляют, дайте нам выписку из домовой книги. Вот у меня возникает вопрос, для чего? Кроме номера лицевого счета, справки из дачного общества и паспорта, действительно может потребоваться еще и выписка из общей домовой книги. Дело в том, что сотрудники офиса в своей программе видят лишь число проживающих в квартире. Без пофамильного списка. Ведь жить на даче может один человек, а пользоваться услугой вывоза мусора в квартире кто-то еще. Если ранее выписка из домовой предоставлялась региональному оператору, то дополнительно она не нужна. В том случае, если выписка не предоставляется, для того, чтобы удостовериться, что каждый из граждан поименованный в выписке и указанный в справке, которая предоставлена председателем дачного общества, то есть, чтобы идентифицировать этих граждан, выписку необходимо подтвердить. Иначе перерассчитают будущую оплату услуг только тому, на кого оформлен договор. Период, когда можно обращаться за перерасчетом, при этом не ограничивают. Сегодня несколько сотен человек приходят в офис компании ежедневно. Также есть те, которые уезжали в командировку или отдыхали где-то. Также производим перерасчеты. Сейчас у нас ожидается пиковая, потому что все дачники возвращаются, собрали урожай и приехали со справочками. Поэтому я думаю, что на середину октября будет намного больше народу. Тем, кто был в отъезде, тоже необходимы подтверждающие документы. Билеты, командировочные удостоверения, справки с места учебы или лечения. Полный перечень на сайте регионального оператора. Там же размещенный бланк заявления. Его можно отправить в электронном виде, приложив все необходимые документы. Перерасчет тогда сделают автоматически. Можно заполнить заявление и в офисе компании на Советской 5. В планах регионального оператора стать ближе потребителем и открыть отделение в Первомайском районе и на Левом берегу. Вероника Иванова, Евгений Макаров и Денис Савинский. Новосибирские новости. Новосибирские новости. Новосибирские новости.